Девушки отдыхают Давайте я прокомментирую футболку, да, извините, что нарушил дресс-код, но команда вчера вышла, тоже в этих футболках. Мы хотим этим подчеркнуть, что клуб за честную игру, за справедливую игру, и мы считаем, что крайне несправедливая ситуация, когда по надуманным, по недоказуемым обвинениям клуб пытаются дисквалифицировать из Еврокубков. Ну вот в связи с этим вопросом, почему Верховный суд Швейцарии на сегодняшний день приостановил решение Лозангска? Комментировать те или иные решения судов, особенно под оплеку, почему они принимают решение, это только суд знает. Но я думаю, что не в этом случае. В этом случае, наверное, будет немножко попроще. Достаточно будет вспомнить просто несколько фактов из решения Лозангского суда, и все, наверное, встанет на свои места. Хочу напомнить, что единственным доказательством вины металлиста и признание, что матч якобы был договорной, является видеопленка, снятая скрытой камерой. Это нелегально и с точки зрения украинского законодательства, это нелегально с точки зрения швейцарского законодательства. На пленке футболист Тарпат рассказывал своему президенту клуба о том, что якобы кто-то ему позвонил, вроде бы как представился по-моему Красниковым, и вроде бы хотел, чтобы игра была сдана. Это, в принципе, вся доказательная база, которая была у Лозангского суда. Кроме того, футболист после этого от своих слов отказался. Сказал, что он сделал эти показания, дал эти показания под давлением, под угрозой невыплаты заработной платы. Мы все помним, как в Карпатах относятся к футболистам, как им выплачивают зарплату. Кроме того, суд установил, что документы, которые были поданы главным следователем по этому делу, господином Кочетовым, который у Суркиса расследовал это дело, были сфальсифицированы. По этому факту сейчас открыто уголовное дело, и оно сейчас расследуется. Константин, на данный момент какова ситуация? Сегодня воскресенье, мы знаем, выходные, в Швейцарии тоже выходные. Дисквалификация металлиста сейчас в силе? Дисквалификация на данный момент юридически, да, остается в силе. Несмотря на то, что высший суд Швейцарии пока что приостановил решение, получается ситуация достаточно странная. Есть наказание, но нет основания для этого наказания, потому что то решение, на основании которого нас дисквалифицировали, оно приостановлено. Как всегда, все непонятно? Я думаю, что в любом случае, я не знаю, как оно решится, потому что вот они уже матчаты, да вот они на носу, сколько осталось, два дня. Да. Вот, и я еще говорил, когда только первое решение было, еще из Лозанны не было вердикта, что это очень большой удар по имиджу ЕФА на самом деле, потому что они с решением вышла Лозанна, которая от ЕФА не зависит, зависит, они работают вместе, нет. А когда все уже запущено и времени как-то что-то изменить, его практически нет. Вот, поэтому мне кажется, что имиджа потеряется. А в любом случае, вернут, не вернут, все равно ЕФА имиджа потеряется. Сколько времени, чтобы вот снять дисквалификацию? В течение завтрашнего дня будет момент истины, да, если мы до завтрашнего вечера не получим отмену дисквалификации, то я думаю, что уже технический департамент по организации игры у ЕФА уже не сможет перенастроить игру в немании. А если, допустим, завтра можно ожидать хорошей новости, все готово для того, чтобы команда, допустим, в понедельник вечером или во вторник утром вылетела? По состоянию на сейчас, команда в штатном режиме готовится во вторник утром вылететь в Германию. Хорошо, тогда вот ваша позиция интересная. Вот то, что Юрий косвенно спрашивал. Почему, вот на ваш взгляд, почему Лозанна вынесла решение тогда, когда металлист уже вступил в отборочные матчи Лиги Чемпионов? И почему это не было там несколько месяцев назад и так далее? Демокрация, наверное. Не, ну смех смехом на самом деле. А вот это самое строгое исследование своей колеи, оно не только в футболе, не только в этом случае, оно вообще по жизни так происходит. Они делают свое дело, и я спроси его, они знают вообще расписание Лиги Чемпионов? Вот коллега, я хотел это сказать. Я задаюсь этим вопросом, не могу ответить себе «нет». Я просто не могу, у меня не укладывается это в голове. Суд-то спортивный. Суд спортивный, это же не просто суд общей юрисдикции. И очевидно, что они должны были знать расписание, и они должны были понимать, каким последствиям приведет решение, выдача решения именно 2 августа. У вас неделю назад здесь на этом месте сидел наш юрист клуба Маркиян Ключковский. У него было, я скажу, решение было достаточно такое серьезное. Не только у него, но на 240 страниц. Я просто хочу напомнить фразу, которую он сказал, что это дело было придумано с самого начала, для того, чтобы металлист исключить из Лиги Чемпионов. Не дать металлисту играть в Лиге Чемпионов. И действительно, если бы решение Лозаны там было на 2 недели раньше, мы бы успели пройти все апелляционные процедуры и выйти на игру. Было бы позже, уже бы никто не торопился, уже было бы понятно, что мы будем играть, и они бы там дальше уже разбирались на следующий сезон, мы бы уже апеллировали. Почему УЕФА столь жесткую позицию заняло вовсе? Очень тяжело ответить, можно только предположить, ну, можно порассуждать, да. Если вы помните, вообще все это дело было придумано, оно началось в результате конфликта между Суркисом и Ярославским. Сейчас один из этих людей вице-президент УЕФА. Я не хочу делать из этого никаких выводов, я даже на сегодняшний день не хочу верить в то, что это как-то одно с другим связано. Я надеюсь, что то, что мы в пятницу, получив решение высшего суда Швейцарии, не получили отмену дисквалификации, какой-то там, может, техническая ошибка, может, кто-то там не досмотрел, не увидел это решение. Я надеюсь, что завтра справедливость восторжествует, завтра наша повторная апелляция, которую мы уже отправили с указанием конкретных решений высшего швейцарского суда. И этот суд высший швейцарский немножко был обескуражен, когда их решение, наверное, не было воспринято, и они сами напрямую направили его еще в КАС. Посмотрим, что завтра решит КАС и УЕФА. Ну, к предыстории вопроса, футбольная Украина 18 лет назад уже пережила громкий международный коррупционный скандал, когда от Еврокубков было отлучено Киевское Динамо, а тогдашний вице-президент клуба Игорь Суркис пожизненно был отлучен от футбола. С тех пор слово «шуба» стало в украинском футболе словом, означающим «коррупция». Давайте вспомним, как это было. Ёжев Саба неохотно одевает очки. Ворошить прошлое – все равно, что сыпать соль на рану. Это трагедия. Это действительно трагедия. Потому что, ну, я не знаю, в тот момент я думал, ну, что угодно, только не дисквалификация. Ему не нужно вчитываться в протокол матча. Саба до сих пор помнит все – и состав, и саму игру, и фамилию арбитра. Антонио Гесус Лопес нет. Ирина Гинжл знает толп в мехах. Говорит, хорошая шуба всегда стоит больших денег. А норковая – это и стильно, и дорого. Отличный подарок и солидная взятка. Очень сложно сказать конкретно, сколько могла стоить шуба в 90-е годы. Потому что, во-первых, это были совершенно другие шубы, совершенно из другого меха. Шуба всегда считалась очень хорошим товаром. Еще в древние времена всегда рассчитывались, если вы помните, пушниной. Это первое шумное и первое шубное дело в нашем футболе. Осенью 95-го в Лиге чемпионов Динамо принимала Панатинайкос. Первый матч в группе. И последний. За день до игры арбитр матча Антонио Лопес-Ньетто решил купить две шубы. Его отвезли на склад и предложили товар. Выбрала шубу. Сказали ему, что это вот такая-то цена, кажется, 30 тысяч долларов, но мы можем вам отдать за 15 тысяч. Что-то в этом роде. Ну и судья обиделся. Судья не только обиделся, но и заявил в УЕФА о попытке подкупа. Якобы вместе с шубами представители Динамо Василий Бабичук и Игорь Суркис предлагали ему взятку. 30 тысяч долларов. Это была подставка. Ну это мое мнение, и я не откажусь ни от чего, что это была подставка. Реакция у УЕФА была мгновенной. Победу Динамо над Панатинайкосом аннулировали, команду сняли с розыгрыша. Плюс впаяли двухлетнюю дисквалификацию. Бабичука и Суркиса-младшего отстранили от футбола. Пожизненно. Леонид Кравчук решил вопрос очень быстро. Через год Динамо вернули в Еврокубки. Дисквалификацию Василия Бабичука и Игоря Суркиса отменили. Я поїхав в Туреччину, поїхав в Німеччину, поїхав, здається, в Відень, переговорив з усіма тими людьми, які були членами ППКУ УЕФА. Херівники футбольного клубу Динамо прямо безпосередньо до цього не мали відношені. Вони знали про це, що це має бути вирішено. Але, скажімо, через хабаря, через що, це просто виключалося. Історія о шубах даже спустя годы – болезненна тема для Динамо. Григорий Суркис, например, как-то обмолвился, что до сих пор обижен на рефери і при встречі не подаст йому руки. А вот пришлось ли об этом інциденте впоследствии пожалеть испанцу, нынешний вице-президент УЕФА дипломатично ушел от ответа. Виктор, ну вот ты з песни слов не выкинеш. Ты-то как раз тогда был в гуче событий, был травмированный. Я как раз, да, был травмирован, но я хочу сказать спасибо большое Кравчуку, потому что он же тоже решал вопрос вместе с Медведчуком, тогда, когда я убежал с Динамо Москвы. Меня же там хотели дисквалифицировать, и тоже решал Кравчук и Медведчук. То есть Кравчук может решать такие вопросы? Ну я думаю, что он до сих пор может, все-таки президент страны был. Так что я благодарен ему, и хочу сказать огромное спасибо, и он вообще хороший мужик. Ну вот тогда вопрос, как говорится, был решен, да? Возвращаясь к нынешней ситуации... Я, кстати, мог уехать. Но не из-за шуб? Нет, не из-за шуб, я просто из команды мог. Ну меня могли просто продать, но Григорий Михайлович сказал, что как я тебя могу продать, если на меня все шишки сейчас будут сыпаться. Ну скажут, что команду распродают уже. И вот так-то я никогда и не уехал никуда. Ну вот Григорий Михайлович был тогда, и Григорий Михайлович был в конфликте с Александром Владиленовичем Ярославским. Вся эта ситуация длилась несколько лет. Страдает сейчас, по сути, новая команда. Как футболисты вообще это переносят? Что в команде? Ну очевидно, что под таким давлением постоянно жить, играть не улучшает настроение. Но тем не менее, последняя игра, вчера игра с Гаверлой показала, что несмотря на все внешние факторы, несмотря на какое-то давление, несмотря на то, как к нам относятся, справедливо, несправедливо, но футболисты являются профессионалами, они настраиваются на игру профессионально, выходят и играют. Юра, вот ты как журналист, скажи. Команду это может? Да я комментировал вчерашний матч. Я комментировал вчерашний матч. И до этого я один матч металлиста работал. Мне представляется, я вообще бы сказал, что сейчас команда показывает, прям вот лучшие и не лучшие, потому что до осени... Ну по команде видно, что что-то происходит? Нет. Я этого не вижу, по крайней мере, сейчас. Может что-то происходит, но им удается это спрятать. Это я готов сказать. Игру все отмечают. Игра хороша у металлиста. Какие задачи на сезон? Давайте о чем-то хорошем все-таки вопрос. Потому что мы знаем, когда Сергей Курченко делал заявление, когда пришел металлист, о том, что команда собирается бороться за самое высокое место. Больше мы ничего не слышали. Вот на новый сезон, какие цели стоят перед командой? Ну на новый сезон президент клуба Сергей Курченко тоже обозначил цели и задачи. Это выигрыш Кубка Украины, потому что металлист никогда пока что не выигрывал в Кубке. И до этого этот кубок был как-то не сильно, не было большим приоритетом. И конечно же борьба за золотые медали. Очевидно. То есть металлист нацелен на первую позицию? Да. Да. Странно. Почему? Я думаю, что они будут вторыми. Они нацелены и будут. Это разные вещи, Виктор. А часто занимают первые места те, кто не нацелены? Ну потому что уже Шахтер, во-первых, оторвался. Шахтер лучше просто... На два очка. Два очка? Не, ну только это уже нормально. Что у нас? Шахтер кому-то сейчас может проиграть? Ну это если только там, я не знаю, тиф начнется. Тфу-тфу-тфу, конечно. Потому что Шахтер действительно серьезная команда и выглядит серьезно. Вы считаете, что Шахтер 90 очков возьмет в этом сезоне? Не хочу загадывать, но что-то у меня такое ощущение, что он будет первый, а металлист будет второго. Ну это я хочу сказать, что по весне, по весне. А вот кто будет третий, вот это интересно. Были варианты, что металлист вообще мог взять все на самом деле. Там, да, с кривбасом пенальти поставь. И в Донецке в концов попадает. Виктор, ты продержался минут 15, не больше. Ты видишь, ты проговорился. Ты Динамо даже на второе место не замахнулся. Ты сказал, ничего не скажешь, а уже даже третий не обещаешь Динамо. Проблем с игрой нет. Ребята, вспомните прошлую осень. Я еще хочу сказать. Вот тогда на роль того, кто может замахнуться вдруг неожиданно и даже на первое место, назывался с какой охотой Днепропетровский Днепр. Он и играл, так сказать, лучше, чем металлисты Динамо на ту пору. И в таблице стоял выше, и крошил там и Наполи, и ПСВ. И чем все дело кончилось? Давайте не будем торопиться. Давайте сейчас думать о завтрашнем дне. Остается один день. И в любом случае футбольная Украина желает того, чтобы случилось, пусть даже назовем это чудо, но все-таки в среду мы хотим видеть на телеканале «Футбол» матч «Шальки-металлист», а вовсе не «Шальки-паок». Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Константин. Спасибо, пожалуйста. Да, спасибо, пожалуйста. Сразу и ответим. Ну что, а мы, в принципе, продолжаем обзор матча шестого тура, и сейчас как раз и посмотрим, насколько металлист остается в тонусе, несмотря на все события вокруг команды. На грани фола и без цензуры. Это черным по белому фанаты металлиста выражали свой протест на решение УЕФА. В самом клубе были и более корректными. Надписью на футболках Харьков ратовал за честный футбол. На поле и в кабинетах. Кстати, в Ужгороде металлисты Кверла играли официальным мячом Лиги чемпионов. Звучайно мы верим и налаштовываем футболистов, что будем в середу играть. Кажется, ситуация с дисквалификацией добавила металлисту спортивной злости. На лице Марка Девича именно это и было написано. Сегодня каждый игрок боролся друг за друга. Я думаю, что это сегодня было ключево. Мирон Маркевич с первой минуты гнал своих ребят вперед. Но начало матча явно было заговерлой. Лысенко пробивал щучкой над перекладиной. А потом стрелял Цури. Мяч попал в Красноперова. Телеповтор не идеален, но вот с этой точки видно, игроку попали в шею. И Вячеслав Грозный погорячился с выводами. Еще больше претензий у Ужгорода было в конце первого тайма. Азаведа двумя ногами прыгнул под Лысенко. Юрий Вакс игру не остановил. Контератака Металлиста завершилась голом. Он на счету Сосы. 1-0. На перерыв бригада арбитров шла в компании Коуча Гаверлы. Эмоции Грозного закипали на глазах. Погасить страсти Металлист мог уже в начале второго тайма. Но отметить свой дебют результативностью Гомес не сумел. Зато Бланка забивает третий тур к ряду. Ассистентом в этот раз выступил Девич. При комфортном счете 2-0 металлист расслабился. Чего только стоит момент Сосы. С пары метров он не попал в пустые ворота. А потом атаку команды испортил Вильягра. Аргентинец решил ударить по-пижонски. Пяткой. Под конец матча Гаверла потеряла дебютировавшего Армони. При падении Нигерис повредил ключицу. И в машине скорой отправился в больницу. Обескровленные хозяева в атаку больше не шли. Все таки закончилось 2-0 в пользу Металлиста.